Здравствуйте! В эфире программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Одна из актуальных тем сегодня – это экономическая ситуация в связи с пандемией COVID-19. Всемирный банк прогнозирует в 2020 году снижение белорусской экономики на 4%. Причиной этому может стать сокращение внутреннего волового продукта или ВВП. Откуда такие мрачные прогнозы? Что такое внутренний воловой продукт и почему он так влияет на нашу жизнь? Начнем с ВВП. Этот показатель учитывает весь выпуск продукции, созданной внутри страны, и услуги, произведенные для продажи на рынке, в том числе и некоторые виды нерыночной продукции. К последним, например, относятся услуги в области обороны или образования, оказываемые государством. Естественно, что сокращение производства в этих отраслях влияет и на экономическую ситуацию в целом. Внимание к этому показателю объясняется просто. В последние два десятилетия мировая экономика, несмотря на несколько кризисов, в целом сохраняла положительную динамику, и мировой ВВП демонстрировал постоянный рост. В этой ситуации процент роста ВВП стал своеобразным индикатором уровня жизни в конкретном государстве по отношению к другим странам и, прежде всего, к ближайшим соседям. События, связанные с развитием пандемии и ее влияние на общемировые экономические процессы, сегодня беспокоят всех. Хотя, по большому счету, вряд ли глобальный экономический кризис может оказать существенное влияние на ситуацию в Беларуси. Доля нашего государства во всемирном ВВП всего 0,14%. Поэтому сама эпидемия катастрофы для республики, скорее всего, не будет. Но без существенных перемен нам не обойтись. Судя по данным опросов бизнеса, у нас уже видно падение по конкретным отраслям. Туризм и массовые мероприятия сократились на 95-98%. Стоматология и другие медицинские услуги упали до 90%. Рестораны, кафе и горные клубы говорят о снижении на 50-80%. Спортивные и частные образовательные учреждения сообщают о падении на 40-60%. Перевозки пассажиров сократились в два раза. Недвижимость, продажи авто и других товаров, кроме продуктов, снизились до 20%. Единственная сфера, где падение незначительное – это информационные технологии. Такие показатели не оказали существенного влияния на уровень ВВП в первом квартале 2020 года. По сравнению с 2019-м уровень внутреннего валового продукта сократился в целом по стране на 1,3%. По нашему региону на 3,2%. Но эти цифры пока не критичны. Если оперировать цифрами Белстата, то производство продукции сельского хозяйства в Гомельском регионе сократилось на 2,4%. Индекс промышленного производства к уровню первого квартала прошлого года составил 93,8%. Причем особенно сильное падение наблюдалось в январе и составляло почти 10%. Но начиная с февраля ситуация стала выравниваться. Оптовый товарооборот в регионе в первом квартале 2020 года составил почти 2 млн. рублей. То есть вырос почти на 13% к уровню первого квартала 2019 года. Розничный товарооборот за первые три месяца этого года составил почти 1,5 млн. рублей. Прирост – почти 6%. В 2020 году экспорт товаров и услуг сократился на 13,6%, импорт – на 11,7%. Но при этом положительную динамику демонстрируют товарные отношения на постсоветском пространстве. Так, экспорт товаров в СНГ и Евразийский экономический союз вырос на 2,6% и 5,7%, соответственно. При этом импорт из стран СНГ уменьшился на 23%. В экспортно-импортных операциях в нашем регионе в первом квартале наблюдалась достаточно необычная ситуация. Экспортные операции на Гомещине, как и в целом в республике, сократились на 13%, а вот импорт упал значительно – более чем на 60%. Эти цифры, впрочем, как и падение уровня производства в январе, вызваны прежде всего ситуации, связанной с поставкой нефти. Но при этом надо отметить, что в целом область смогла добиться положительного сальдо по внешним взаиморасчетам. И это при том, что в первом квартале прошлого года у нас был минус в 219 млн. рублей. Предприятия местной промышленности в целом смогли значительно улучшить экспортные показатели и получить доходов от экспортных операций за квартал почти на 22% больше. О ситуации в социальной сфере. Количество занятых в экономике региона сократилось здесь на 0,5%. Индекс цен на товары и услуги непосредственно на гомельщине вырос менее чем на 3%. Вместе с тем нельзя не обращать внимания на многие моменты, по которым пока нет полной ясности. Закрывается или фактически не работает большинство развлекательных учреждений, спортивных клубов, детских кружков, курсов. А это уменьшение платежей в бюджет и еще большее падение уровня жизни работников этих сфер. Есть также данные, что торговые дома и сети теряют сегодня до 70-80% выручки. Неясно, что будет в финансовом секторе. Банки работают, растет спрос на денежные переводы и удаленные платежи. Но каким будет спрос и предложение кредитов в условиях кризиса, пока неясно. Вызывают беспокойство и ситуация в государственном секторе экономики. Объем кредиторской задолженности там вырос более чем в два раза. Положение ухудшилось из-за снижения господдержки. Директивное кредитование также сократилось вдвое. И, судя по всему, эта тенденция будет продолжаться. Но об этом в следующих выпусках нашей программы. Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова